Нет? Здравствуйте. Да, привет. Я просто уже на встречу зашла. Там... Всё, на будущее. Да, прям как-то сделаю. Это юрлицо... Я же тебе сказала, что это... Наши вторые люди в Российской Федерации. Если мы их сейчас заочим... За получим... Они у меня берут уже пятую тачку. Нам их надо оставить при себе. У них очень много без наута. Поэтому надо хороших клиентов. Да... Всё, пожалуйста, пролонгирую, чтобы до шести всё успеть, чтобы в шесть оплатили. Они уж сегодня и точно не заберут, а хотя бы завтра. Мы... Компания молодая, здоровая, активная и позитивная. Мы лет десять-двенадцать уже на рынке, но с розницей связались недавно, в связи с последними событиями в Российской Федерации. Наш самый огромный ассортимент склад автомобилей. Вы найдёте там от X5 до X7 до Rolls-Royce, редких моделей, которых нет. Соответственно, мы столкнулись с тем, что нам необходим фотограф штат. Потому что мы хотим вести не только профессиональные съёмки конкретного продукта в моменте. Например, там пришла партия цветных геликов, мы там взяли её на фотку. Мы хотим делать контентную съёмку помимо технички и технической характеристики. Плюс это должно быть всё красиво, вкусно, модно, молодёжно. Хотят всё купить, чтобы фотографии были адаптированы под сайт. Ну, это кажется, всего много, но, по сути, всё банально просто, как обычно. Но, помимо этого, мы хотим живого контента. То есть, почему в фотографии штат вот едет автолоз, автолоз встаёт разгружается, фотографии вышел, снял какой-то Reels, снял видос, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, и всё. Уже какие-то есть там даже просто в Инстаграме. Мы в статусах клиентам раскидали. Смотри, пришёл твой зелёный гелик. Ну, как-то это такой охват, чтобы просто был, который можно потом транслировать в массы оперативно. И это живое, такое видео онлайн. Пришла на работу, новые тачки приехали, о, разгрузились, о, приехали. И плюс какие-то моменты, не знаю, вот в моменте там выгнал... Почему фотограф? Потому что погода хорошая, сон сел, закат красивый, отогнали на крышу два зелёных гелендвагена, один на красном салоне, другой на белом салоне. Давайте, типа, просто поиграемся с цветами, да, там, пофоткаем две морды одинаковые, а начинка разная. И такой хоп-контент там на следующий день. Потом, то есть хочется не быть банальным, как это делают большинство, там, машина с трёх сторон. Смотри. Как каталог, да. Да, но чтобы он был такой человеческий. Ну, вот. Бронируем? Ну, ладно. Машина огонь, вообще. Машина огонь. А? А среди резерв, среди решения не будет. Ну, резерв, не, не буду. Всё, тогда это, жду звонка. Ага. Ага. Вот. И, соответственно, мы ищем и человека такого, ну, современного, модного, который умеет фоткать по-разному. Может, какого-то сотрудника, да, там, отловил за хвост, он красиво сегодня в рубашке пришёл. За руль по садиннику. Ролик сняли. Да, 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 там, ролик сняли. Ну, класс, класс. И менеджеру будет самому приятно свой контент клиентам, да. Вот, смотрите, там, получили новые Tundra. У нас Tundra единственная в Российской Федерации с первой пневмоподвеской TRD Pro. Нет этих машин ни у одного. Угу. Но из-за того, что у нас нету массовой рекламы и хорошего контента, у нас нету таких прям громких продаж. А на складе почти 150 машин. Угу. А статусы смотрят, не знаю, всё человек 500-1000. Угу. То есть мне этого достаточно. Понятно. Какие-нибудь другие сети, там, Facebook, ВКонтакте, там, ещё что-нибудь? Ну, пока нету. Но это маркетолог дальше уже будет сам заниматься. Угу. Ютуб тоже нет? Пока нет. Пока нет. У нас есть блогеры с YouTube, которые снимают про нас обзоры. Угу. Ну, опять же, на сегодня нам этого достаточно. Понял. Значит, всё это будет больше видео, чем фото? Или всё-таки одинаково и фото, и видео? Угу. Фото 80%, видео 20%. Угу. Понял. Техника моя, помещение, улица. Техника ваша, помещение, улица, помещение, помещение. Угу. Улица, улица, подвал, подвал. Мы в подвале, на самом деле, очень круто снимали. Какие-то пару машин. Всё. Сюда. Пока-пока. Освещение ваше. Если на постоянку, то мы купим какое-нибудь то, что нужно. Просто это нужно понимать, что нужно. Что нужно. Понял. Если мы снимаем видео, то это, наверное, постоянный свет, который будет постоянно. У нас нет пока фото зоны, но это время сейчас решимо. Просто у нас сейчас вот мы на ходу всё быстро, чётко должно быть. А как? Непонятно. Вот. Про оплату. Оплата отдельная, но учитывая, что постоянно, скорее всего, в зависимости от количества отработанных смен. Угу. 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 референсы мы особо не даём по той причине, что мы просто хотим понять, что человек, как он чувствует, какие его взгляды. Потому что иногда бывает, что мы показывая референс, сбиваем мысль человека, и мы видим его другие работы, говорят, класс, а здесь что было? Угу. Ну, то есть это немножко неправильно. Ну, это как бы работа-то, можно сказать, творческая, Да. То, что должен быть порыв. И у человека в этот день должен быть порыв, я так У человека должен быть порыв. Он должен там… И все взял влажность. Угу. И вообще, в принципе, кайфовать от того, что он делает. Угу. Вот это как я, опять же, не окуналась в эту фотографическую историю, мне казалось, что, ну, умеешь ты щёлкать в то аппаратом, ну и класс, ну как бы какая разница, что тебя фотографировать. Угу. Думала, ладно, люди, тусовки, машины, одно. Оказала ведь даже машина. У меня приходил фотограф, который был супер классный, в мероприятиях он четко ловил там на гонках тачки просто космические кадры статике он не мог сделать даже половину такого и я смотрела и думал смысле ну что я что я вижу так не бывает 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 почему не знаю но бывает поэтому здесь загадывать не не хочу честно я не знаю надо пробовать и будет понятно попробовать можно завтра послезавтра люди послезавтра наверно даже завтра будет еще одна съемка мы в моменте выгоняем две-три тачки которые нам надо бывает по разному сегодня мы выгнали зеленый уру с зеленым геликом правила игры сделать композицию ну типа как хочешь то хочешь и так далее локация здесь локация здесь шоуруме и на крышу мы загоняем машина на технике загоняет а можно сейчас подняться посмотрите ну просто собеседование просто чтобы на будущее понимать какая площадь вы можете полистать вот на автору увидели наши машины привет а ты можешь скинуть пять тысяч или отдать наличка есть послезавтра это примерно в какое-то время я думаю также вот часа в 2 2 да потому что обычно понятно погода мы вот фотографом созваниваем что например в 10 он говорит я буду в 23 и если солнце светит солнце как правило уже садится сейчас его мало но она по утрам бывает а солнце дает тень вот поэтому артём уважаемый а вы сильно заняты я бы очень хотел чтобы ты показал площадку наверху чтобы человека запланировал съемку ну так понял где это будет пять минут ну я тебе мы тебя ждем алло сказали что вообще дураки дурацкие у них этот юрист который не доглядел у меня был главный вопрос я говорю почему тузов не подписал сразу почему ему не положили анекдот в другом ему положили все документы почему вам запихнули вот этот договор скан вообще непонятно я тогда где те документы нет потому что но юрист схватил договор и побежал с ним а его приложение все эти остальные почему это не так в папке остались у тузова я граната же ну типа очень нервничал что хотел угодить и короче получилось что наоборот я говорю ну как обычно и вот сейчас тузов освобождается от какой-то конференции своей и у него заберут подпишут это почему раньше это нельзя было зачем зайцева он гатерина ты клянусь первой жизни видим чтобы так смотрели ну они знают у кого какие доверенности готовим мы всегда доверенность была на 30 и никто ну как-то и не вникал в это игры это шикарно что есть такие клиенты и юристы которые отрабатывают деньги на сто процентов и знают кто кому че нужно товар бардак развелись вот сейчас артем проводят тебя на площадку когда мы поймем кто что умеет и делать нам так проще договариваться на берегу понимание что там это будет там пять машин в день или ты понимаешь что я могу снимать там три машины день но зато это будет вот так там на обработку мне нужно столько то или там я буду задерживаться ночь потому что я обрабатываю или здесь я не фотограф я не знаю как свои работы делать сколько на это нужно время и также соответственно вот поэтому все как обычно я предлагаю посмотреть площадку по времени сейчас скажу завтра точно нет ли да всегда нам вот часа в два это это было бы идеально хорошо хорошо а а а а вот 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 сейчас я парней попрошу как выйти через низ через верх саша